Ага, привет! С вами Илья, вы на канале Зверьё. У меня сегодня в гостях гарнитура от компании COS SB45USB и SB49 с джеком 3,5 мм. Давайте на них смотреть. Если у вас есть компьютер или какое-то подобие компьютера, и вы когда-нибудь задумывались о гарнитуре, то, наверное, скорее всего смотрели компанию COS, потому что доверие вызывает. Вот у меня сегодня такие вот две гарнитуры. Чем они отличаются? Подключением. Соответственно, там, где написано USB, подключается по USB к компьютеру, а там, где обычная SB49, она подключается по джеку 3,5 мм. Соответственно, на выход звука и на вход, то есть микрофончик. Цену нашёл в интернете, высчитал такую средненькую, но получается, которая с USB стоит дороже. Она где-то в районе, ну, точнее, в районе вот так в среднюю 3500 можно найти, а данную где-то 300. Но там плюс-минус, потому что цены каждый месяц меняются. Давайте посмотрим, как они сделаны, с чего они сделаны, ее потрогаем. Две большие коробища. Я обычно перед тем, как начать писать обзор, всё это дело достаю, смотрю, тестирую, слушаю. В этот раз это не так. Вот они, две, запечатанные, ни разу их не доставал. Первое впечатление. Погнали! Это средний ценовой диапазон, ну, гарнитура где-то от 3 до 4 тысяч рублей, первая и вторая. Хотя, вот, которую обычную джека можно найти где-то в интернете за 2 800, ну, это если поискать. Белые коробки, всё практически одинаково. Здесь USB, а здесь зато есть регулировка громкости. Давайте начнём ту, которая с USB. Все технические характеристики справа у вас на экране. Они идентичны на обе модели. Как уже говорил, отличаются только подключением. Есть фирменная опция такая Clear Voice Tech. Это уменьшение шумов при использовании микрофона от компании COS. Она применена в обоих моделях. Так. Кабель здесь, кстати, 2,4 метра. Он довольно-таки длинный. Так, запечатанно всё это картон. Картон нам больше не нужен. О, здесь кто-то уже был до меня. Ну, ладно. Потому что наушники не только я смотрел. USB-шка. Такая самая обычная, пластмассовая. С надписью COS. Провод с пайной. Мне понравилось, что это 2,4 метра. Это не 1,8, как стандартно, а 2,4. Можно в скакалку играть. Вот она сама гарнитура. Пластмассовая матовая, серый цвет. Микрофончик у нас, смотрите, опускается и поднимается. Довольно-таки длинный. Смотрите, как прям к карту приходит. Давайте на него посмотрим. Микрофон с функцией уменьшения шумов. Такой страшный микрофон. Поднимем его наверх. Левый, правый наушник. Чашечка у нас большая. Мне кажется, что сюда мои ухо полностью поместены. Это я сейчас чуть попозже попробую. Внутри каждой амбушюры у нас поролон. Внутри поролон. Так, это как-нибудь снимается? Нет. Это у нас не снимается и рвать я это не буду. Провод выходит из левой чашки. Скажем так, ничего необычного. Наушники. Они, смотрите, у нас не регулируются по, скажем, горизонтали, наверное. Я бы так назвал. По вертикали регулируются. Вот и все. И по объем головы у нас они разъезжаются. На большую голову и на маленькую. Но это я сейчас тоже примерю. Открываем вторую модельку с джеком 3,5. Больше всего мне понравилось, что здесь, знаете, какие магниты? Анизотропные ферритовые магниты. О, выговорил. Используются. А это обеспечивает высокую чувствительность и минимализирует искажение сигнала. Круто, да? При воспроизведении. А вот и вторая модель. Здесь все то же самое. У меня где-то колпачок потерялся. Окей, колпачок кто-то скушал на предыдущем обзоре. Но будет без колпачка. Все то же самое регулируется, все так же ходит. Также на левой чашке у нас выход. Провод такой же 2,4 метра. И только на конце у нас, смотрите, приходит в, соответственно, как мы привыкли, светло-салатовый разъем и в розовенький. То есть микрофон и выход аудио. И в серединке есть регулировка. Такая вот по громкости. На USB-шке такого нету. Я бы, наверное, выбрал больше вот такую. А мне больше нравится, когда можно регулировать здесь. Потому что здесь придется тянуться, к примеру, к клавиатуре, чтобы это все отрегулировать, либо на компьютере делать. Но с другой стороны здесь как все аккуратненько и через USB. А здесь у нас будут заняты два гнезда. С другой стороны здесь, когда мы используем USB, USB может быть много, может быть у меня аудиосистема там подключена. Никто не знает. Ну вот поэтому сделано, чтобы люди могли выбрать. Кстати, скажите, какое вы больше предпочитаете подключение? USB или по джекам? Так, ну давайте я их примерю и скажу свое мнение, потом вот послушаем. Готов. Начнем сначала, наверное, с USB гарнитуры. Опа. Такой длинный шнур здесь. Я, кстати, в последнее время полюбил беспроводные, потому что, чтобы не обременять себя шнуром. Так, немножко мне требуется оголовью побольше. Вот на максимум поставлю. Вот это как раз по мне. Я полностью слышу все шумы. Она никоим образом там ничего не отсекает. Ну, пенка там слышится, когда я вот так вот делаю. Так, ну давайте попробуем послушать. У меня ушки, видимо, так еще оттопыриваются и ухо упирается в поролон. Но ухо помещается полностью в амбушюру. У меня сложная такая схема. Я тут использую планшет. Подключаем в порт USB. Боже мой, когда сделать USB, чтобы можно было вставлять как USB Type-C, чтобы не искать нужное положение, потому что это очень неудобно. Буду проверять сегодня на песни Red Hot Cherry Peppers The Longest Wave. Ну, или свои ощущения вам. Классно, что не надо ничего настраивать. Это сразу один балл. И поэтому добавляю второй балл за то, что она не очень сдавливает голову. Ну, и вот у меня такое ощущение, что сейчас я спокойно могу в ней просидеть, прослушать музыку. Она такая прям легенькая, но на самом деле легкая, потому что это пластмасса и поролон. Никаких металлических частей здесь я по крайней мере не наблюдаю. Вот на 50 процентов уже громко. На максимальной громкости не могу слушать, потому что слишком громко. Давайте проверим микрофон. Я надо сделаю по-другому, чтобы мне меньше заморачиваться. Я буду микрофон тестировать с этой гарнитуры, потому что у них микрофоны все-все одинаково. Просто здесь я могу сразу в фотоаппарат воткнуть. Еще один балл добавляю за то, что здесь микрофон немножко дальше от рта находится. Некоторые гарнитуры прям, знаете, бесит, когда вот так вот ты их одеваешь, сидишь, типа, в нее говоришь. Тебе неудобно. Здесь она на комфортном расстоянии, как болтается. Ну, это я, потому что я так болтаю. Удобно. Она где-то впереди. Я ее вижу краем глаза, но я могу спокойно здесь губами шевелить. Интересно у меня сравнение, да? Ладно, давайте попробуем гарнитуру с 3,5 миллиметра. Так, а вот уже как раз и микрофон рабочий. Мне кажется, что здесь он еще дальше от рта находится. Хотя вот он так не гнется особенно. Ну, ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, если совсем вот у меня будет рядом со ртом. Но это, кстати, без этого поп-фильтра. Давайте его я одену. О, так, наверное, должно быть немножко получше и отсекает какие-то бабы. Обычные. Обычные гарнитуры, ничего не скажу. Никаких там мега супер низких частот, там еще такое. Уверенная середина. Мне нравится вот эта штука, что здесь можно реально регулировать. Не на компьютере делать что-то, а сидишь, например, что-то слушаешь фильм, смотришь, хоп, сделал потише, хоп, сделал погромче. Я бы себе вот такую взял. Только вот из-за этого. Но при этом данный переключатель довольно-таки большой. Если вас это не смущает. Так что вот так. Вот такие две гарнитуры. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к компании Floss. Возможно, у кого-то из вас уже есть такая модель, потому что модели не новые. Напишите об этом в комментариях. Не забывайте оценить и ждите новых видео. Пока.